Привет! Очень часто автолюбители, чтобы избежать лишних трат и лишней головной боли по оформлению автомобиля, покупают авто по доверенности. В этом видео вы узнаете, а почему же нельзя покупать автомобиль по доверенности. Проблема всех бед кроется в том, что покупая автомобиль по доверенности, вы на самом деле его не покупаете. Потому что купить автомобиль можно только заключив договор купли-продажи. Если же вы оформляете доверенность и просто отдаете деньги, устно договариваясь с человеком о том, что он якобы продал вам автомобиль, на самом деле продажи не происходит. На самом деле хозяином, собственником автомобиля остается продавец. Несмотря на то, что у вас есть доверенность. И этот момент порождает многие риски. И давайте разберемся с тем, какие же риски несет это сначала для продавца, а потом для покупателя. Итак, основная проблема, с которой может столкнуться продавец автомобиля, это штрафы. Штрафы, которые будут приходить на его имя. Думаю, вы знаете, что в Украине есть система автоматической фиксации правонарушений, что в Украине уже установлены камеры, которые фиксируют правонарушения и потом формируют так называемое письмо счастья на кого? На собственника автомобиля. Что получается? Получается, что человек, который получил автомобиль по доверенности, ездит, нарушает правила дорожного движения, попадает на камеры, а штрафы приходят хозяину этого автомобиля. Что происходит дальше? А дальше вы не вовремя проверили почту. Вы так и не узнали на самом деле, что вам пришел штраф. После этого полиция передает информацию об этом штрафе в исполнительную службу. Исполнительная служба открывает исполнительное производство и накладывает арест на все ваше имущество. Ну а что вы хотели? С точки зрения государства, по имеющейся информации у государства, вы являетесь собственником этого автомобиля. И пока вы государству не докажете, что в момент нарушения правил дорожного движения не вы управляли этим автомобилем, оно будет пытаться взыскать штраф именно с вас. Что происходит дальше? Дальше накладывается арест на все ваше имущество. Скорее всего, вы уже купили новый автомобиль и наверняка вы его оформили на себя. И вот вы едете, ничего не знаете, поскольку у вас же штрафов нет, вы добросовестный водитель, вы не нарушаете правила дорожного движения. Но полицейские вас останавливают. Обычно это бывает где-нибудь на въездах в город, где стоят камеры распознавания номеров. И полиция, останавливая вас, сообщает вам, что ваш автомобиль арестован и его сейчас у вас будут изымать. Дальше автомобиль везут на штрафплощадку. Вам, чтобы забрать автомобиль, нужно будет оплатить штраф, оплатить эвакуатор, оплатить штрафплощадку. И только тогда вам отдадут ваш автомобиль. Хотите вы этого? Думаю, нет. И если вы этого не хотите, то не нужно продавать автомобиль по доверенности. Второй риск, о котором очень часто упоминается в интернете, это риск ответственности в случае ДТП. Хочу вас успокоить, что если новый хозяин, ну вернее не хозяин, а тот человек, которому вы передали авто по доверенности, попадет в ДТП, будет виноватым в этом ДТП, это абсолютно не значит, что вину возложат на вас. Есть соответствующая судебная практика, практика Верховного суда, где Верховный суд сказал, что в этих ситуациях ответственным лицом является тот человек, который управлял автомобилем. Поэтому данной ситуации можно не бояться, а вот штрафы вам однозначно придется платить, что называется, за того парня. А теперь давайте разберемся с тем, какие же риски несет покупатель. Первый основной риск – это отмена доверенности. Ну да, друзья, а вы уверены, что человек, который вам, так сказать, продает автомобиль по доверенности, не пойдет завтра к тому же нотариусу и не отменит доверенность? Вы уверены в нем? Вы понимаете, что ему абсолютно ничего, ну кроме разве что его моральных ценностей, не мешает завтра отменить эту доверенность? И как только он отменит, по сути, все, вы не можете пользоваться уже этим автомобилем. И вы думаете, что вы пойдете в суд и суд защитит ваши права и вам отдадут ваш автомобиль? Нет, друзья, есть практика Верховного Суда, где суд однозначно говорит о том, что в этих ситуациях возможна только так называемая двухсторонняя реституция. То есть, вы возвращаете автомобиль, а человек возвращает вам деньги. Но, если получится, взыскать с него деньги, если будет что брать? Потому что у человека может так оказаться, что ничего нет. Почему ничего нет? Да потому что он подготовился к этой ситуации и уже все свое имущество переписал, не знаю, на жену, на детей, на кошечку. Второй риск, который несет покупатель автомобиля, это риск смерти продавца. Если продавец умирает, то действие доверенности прекращается и, соответственно, данный автомобиль наследники могут спокойно забрать у вас. А если вы вдруг не захотите им отдавать автомобиль, то они обратятся в полицию, напишут заявление и автомобиль будет находиться в розыске. И на первом же посту у вас его заберут и, более того, привлекут к уголовной ответственности. Третий риск, который несет покупатель, это риск ареста автомобиля за долги хозяина. Дело в том, что покупая автомобиль, мы не знаем всю историю человека, у которого мы покупаем авто. И мы не знаем, а есть ли у него долги, есть ли у него непогашенные кредиты. И мы абсолютно не защищены от того, что сегодня, завтра, либо через год банк, который захочет взыскать кредит с этого человека, обратиться с иском в суд. Суд примет соответствующее решение и на все имущество данного человека будет наложен арест. И уже завтра вас остановят на ближайшем посту и заберут этот автомобиль. И ничего вы сделать уже не сможете. Ничего доказать вы в этой ситуации не сможете. Автомобиль просто заберут на посту и все, на этом история закончится. Вы останетесь и без автомобиля, и без денег. Что же делать, если так случилось, что вы уже купили автомобиль по доверенности? Выход только один. Идите и как можно быстрее перерегистрируйте автомобиль на себя. Вот как только вы это сделаете, автомобиль станет вашей собственностью, вы станете его полноправным хозяином и никакой из тех рисков, о которых мы говорили в этом видео, вам уже не грозит. На этом все. Всем удачи. Пока.